В Днепре снова стрельба и снова жертва. Один человек погиб, двое ранены, все произошло в новом доме, жильцы даже не успели вселиться. Свои версии полиция, как всегда, не разглашает, но в то время как пользователи соцсетей называют и причины, и даже фамилии людей, которые могут быть в этом замешаны. Все подробности узнаем от Елены Миндалюк. Тело мужчины обнаружили на пятом этаже вот этой новостройки около 10 утра. Строители, которые приступили к работе с 8, говорят, ни выстрелов, ни криков не слышали. Тихо все было. То есть никаких подозрений на то, что там происходило, не было. Вот уже 5 часов на месте происшествия работают криминалисты. Журналистов в здание не пускают, официальных данных немного. Возле тела нашли 10 гильз от пуль 9-миллиметрового калибра. Помимо погибшего, еще два человека получили ранение. Мужчина дает показания следователям, женщина находится в больнице скорой помощи. По словам медиков, пациентка в шоковом состоянии, в районе груди, два следа от электрошокера. У нее было инородное тело металлическое в правом подреберье, которое мы удалили. Детально это электрошокер. Насколько я понимаю, и отдельно у нее еще есть входные ворота. Ну, то есть ее еще дополнительно электрошокером удар был. Именно ни погибшего мужчины, ни пострадавших полиции не называют, что он не делали утром в недостроенном доме пока неизвестно. Один из охранников стройки не на камеру рассказал, что погибший якобы хозяин одной из квартир. У правоохранителей другая информация. Он охранник стройки. Мы отработаем все версии данного правопорушения. Сейчас по месту Днепр и области введен план Сирена. Триваются расширковые заходы злоумесленников. Спустя несколько часов после стрельбы один из пользователей соцсетей написал, что нападавшие уехали с места происшествия на БМВ Х6. А погибшие, пострадавшие женщина и мужчина, по неофициальным данным, якобы занимались обналичиванием денег. В последнее время перестрелки в Днепре стали обычным делом. Едва ли не любой конфликт перерастает вооруженный. Самый резонансный случай. Стрельба на проспекте Гагарина. Тогда были убиты два бойца АТО и еще пять участников. Получили ранения. Меру пресечения одному из подозреваемых, Давиду Побелеру, избирали 8 дней. И буквально на прошлой неделе в центре города мужчина открыл огонь по незнакомому человеку, который прыгал на капоте его машины. Елена Медалюк и Евгений Конецов. Подробности телеканал Интер. Днепр.